Рыбалка, рыбалка и ловля на канале Селива Фокси я хотел бы рассказать про топ-5 кормушек, которые я использую для ловли на течениях и на более серьезных водоемах. Это довольно-таки большие озера и крупные пруды. Как правило, это пруды, которые были ранее реками, которые были за полотинами выставлены и, соответственно, приобрели очень-очень крупные размеры, внушающие. В принципе, в данном видео можете посмотреть, вам понравится, можете написать в комментариях. Все, приятно. Первый вид кормушки, который я хотел представить, это фидерная, так называемая, изготовленная из пластика, где-то 100 грамм. Все кормушки, которые будут представлены в данном видео обзоре, будут довольно-таки тяжелые, это от 70 до 100 грамм. Данная кормушка предоставлена в весе 100 грамм. Вот такие вот зубчики на дне сделаны. Также на многих кормушках такого типа сделаны лучи сверху и по бокам для улучшения аэродинамических свойств для заброса. Как правило, особо я так аэродинамики в лучшем качестве не заметил. Вот. Кормушки на ней присутствуют, ничего такого отличительного нет. Как она буркается, когда ее забрасываешь, так она буркается, когда ее забрасываешь, ничего там нормы нет. Как мушка для ловли на течели представляет собой такое квадратное изделие из металлической сетки. Вот. Покрашиваем черный цвет. Вставлен грузик у нее 120 грамм. Одна пластинка 60 грамм соответственно. 120 грамм соответственно 150 грамм. Используются они для ловли на среднем и довольно-таки быстром течении. Для быстрого течения можно иногда утяжелять до 200 грамм. Есть у меня более крупные кормушки 200 граммовые. Вот. Используются они для ловли на быстром течении. По необходимости это очень редко происходит. Но происходит. Вот. Вот это вот. Это стеночка. С задней части кормушки. Вот. Как правило я ее достаю. При ловле можете оставлять ее. Чтобы каша не вымывала. В зависимости от того какую кашу. Соответственно при корм туда добавляете. Если слабо. Соответственно тогда эту стеночку оставляете. Кормушка всплывающая. Применяется для ловли на реках со средним течением. Основная часть ее состоит из пружинки. Которые находятся на пластиком стержне. На площадке вот на такой изогнутой. Металлической веса. То есть снасти кормушки где-то порядка 70 грамм. Вот. В принципе этого хватает. Для того чтобы ее не сносило. На среднем и на малом течении. Вот. При подсечке она уходит наверх. Также она имеет защиту. При подсечке отбивается от камня. А бракушка всплывает наверх. Что предотвращает ее застревание. Вот. Так. Застревание в камнях. И обрез на ракушенке. Вот. Кормушка плоская. Так называемая. Применяется она для ловли на озерах. В осеннее время. Когда подлещет. Лещ уходит на довольно таки. Дальнее расстояние. Вот. Добрасываем ее для помощи вот таких кормушек. Вес на 70 грамм. Вот. Имеет каплевидную форму. Валентики. Для лаза. Что помогает забросить ему. Валентики. Хорошее расстояние. В порядке на 70 метров. 60-70 метров. Вот. Спокойно. В принципе. Со средней снастью. Там несколько минут 3 на 55. Подоживает. Валентики в силу. Умерен в ветре. Боковом и лицевом. Бросается она на ура. Кормушка для ловли на опарыш. Вот. Представляете. Вот такой вот. Кутубус. Большой металлический грузик. Открывается. Вот так. Заливки для опарыша. Данный вид кормушки применяется для ловли платвы. Головля. Головля. И много-много. Мирная рыба. В основном. Плотва. Головля. Сколько я про нее отзывов читал. Здесь такой. Верните. Люжок. Если кто-то сталкивался с такой. Кормушкой. Или ловли на такую кормушку. Можете отписаться в комментариях. Оставить отзыв. Как она вам. Потому что. Я есть. Запасник. Честно говоря. Я на нее никогда не ловил. Варианты оснасток видел. Как происходит. Ловля видел. Сам не пробовал на наших водоемах. К сожалению.